Привет всем, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чеггеряут, и это прослушка. Компиляция? Что? Что это такое? Это были мои мысли, когда я получил уведомление от музыки 36. Я даже как-то сидел и думал, интересно, выпустят ли они что-нибудь сегодня, и, блин, это круто. Как оказалось, нам представили EP, на котором есть очень интересные совместные работы, и, я думаю, для многих стало сюрпризом, что здесь есть Райда. Я пока не в курсе насчет Маклау, но насчет Райда я могу сказать. У себя в сообществе я написал «Ждите камбэк Казахстан», помните? И речь была о нем, это первое сообщение. Другое, где там на черном фоне, там немножко другие исполнители, но тоже очень интересно, я думаю, будет. Ну, а пока насчет Райда я просто как-то видел под одним постом, типа, куда пропал Райда. И как-то раз я заглянул в инстаграм Калли и в комментариях увидел его сообщение. Я зашел к нему и написал, типа, ну что, когда ждать-то от тебя, ты куда пропал? И он написал то, что скоро, чувак, будет релиз. И вот, я думаю, про это он и говорил. Короче, я не хочу много говорить уже, и так много что-то сказал. Давайте слушать альбом. EP. 6 треков. Тут так круто. Опа. Что-то знакомое. Есть, что я напишу, что мне напомнило, это пока не знаю. Неожиданно танцевально. Заметили, да, как сменилась музыка? С новым чуваком. Короче, забавно, прикольно, неожиданно начинается альбом. Я не думал вообще, что будет что-то танцевальное. Очень, вообще, неожиданно. Рано я начал говорить. Круто. Круто очень, ребят. Что я говорил-то, то, что я не ожидал, что это танцевальное. И, блин, так клево они сменили настроение, как-то занизили темп. Очень круто каждый себя показал. И Кали, и Райда, 104-й, и Скриптонит. Идем дальше. Мне даже интересно, что нам сейчас представит Райда. Возможно, тоже. Возможно, вообще, все это танцевальный альбом какой-то. Давайте слушать. Забавный вообще. Ну, слушайте, очень интересно вообще, что творят казахи вообще. Это очень неожиданно, особенно для русского рэпа. Вот такое музло. Мне кажется, это даже в какой-то степени экспериментальная работа. Здесь мне нравятся вот эти барабаны. Даже автотюн как-то не напрягает особо. Типа нормально звучит. Такое чувство, как будто пацаны прочухали, что вот такие латинские мотивы схавают. Ну, типа, это зайдет. Не знаю. Может, я ошибаюсь. Маклау. Всем вы его знаете по треку. Я знаю как айты. И вот он тут. Это получается в качестве участника лейбла, что ли? То есть тут еще и райды, значит, он тоже теперь на лейбле. Если это так, то это очень прикольно, но печально, что нет доуза. Интересно, а он был здесь, нет? Ладно, давайте слушать. И прикольно слушать его сольную песню. Даже не латинская, а испанская, наверное, что-то. Да, ну вот здесь вот точно испанская. Классно. Это мне нравится больше, чем Чика. Как-то под нее вот на самом деле хочется танцевать. Ошибочка в тексте. Apple Music. Ну и все, текст кончился. А тут еще половина. Видимо, будет просто латинская, как в песне латинская музыка. Это, короче, прям топчик. Ну, мне очень нравится. По-любому добавляем себе. Везде. Везде. Блин, вообще так круто. Е-е-е-е. Просто музычка. Райда, кстати, на трех треках тут засветился. Это прям вообще даже очень хорошо для него. Ну, в артистах пока они не прописаны. Будем следить за развитием событий. Может, они просто так на фитах чисто. Скорее всего, это так и есть. Что они просто засветились. Я про Райду и Маклау. Мне уже прям не терпится услышать, что тут будет от группы Скриптонит. Карюсель, давайте слушать. И вот заметили, у них даже название песни. Так же, транслитом. Крутые. Скриптонит, что ты делаешь? На первом треке я хотел сказать, что мне кажется, я теряю отличие Скриптонита от группы Скриптонит. Потому что он там тоже напевал. Но послушав сейчас группу Скриптонит, у меня отпали эти сомнения. И все-таки, да, есть отличия. Группа Скриптонит, это все-таки группа Скриптонит. А там он просто залетел на эту музыку и чувствовал себя там уверенно. Вот. Но насчет Карусели, в принципе, неплохо. Интересно замудывать с этой... Я не знаю, что это, гармошка или что. Может, это его мелодика. Ну, интересно звучит. Я не знаю, что это. И мелодика, наверное. Но прикольно. Еще один трек с группой Скриптонит. Также Калий и Райда. Мне кажется... Это замуд Скриптонита. Вот. Использовать именно такое музло. Круто. Это прикольно слушать группу Скриптонит с рэперами. Прикольно было слышать три на три. И вот бармен тоже, в принципе, звучит интересно. Но жаль, нету куплета у группы Скриптонит. Чисто на припеве и по музыке. Но по музыке тут вообще у всех похожее что-то. Как будто это везде группу Скриптонит играет. Ну и так прикольно, что используется вот такая вот электроника. Классно. Ну, мои подписчики знают, что я кайфую с такого. Когда вроде жук, такое замедление и идет бит. Ну и последний трек. Киресин. Тут мне понадобится, наверное, уж точно текст. А может... Интересное окончание альбома от Трувера. Необычно. Ну, то есть... Слушая все треки, неожиданно слышать такое. Не особо понимаю, что здесь значит... Киресин. А Лассин это рука об руку, да? Если. А Киресин это в аренду. Ну, я думаю, со временем я пойму. Или вы мне напишите, что это значит. Вот с такой вот улыбкой заканчиваю я прослушивание EP. Как я провел это лето. И знаете, очень круто. Очень приятные чувства. Я не знаю. Ребята красавцы. Очень неожиданно. Классно. Интересно. Красиво. Песня о любви, конечно же, в основном тут у нас. И не только. Из-за наркотиков. Вот. Ну, в общем, парни меня порадовали. Я думаю, сами это заметили. Как вам? Какая работа вам больше всего понравилась? Какой трек? Я больше всего кайфанул с вокруг оси. С Киресин. И Bad Vision. Это вот прям троечка моих любимых треков уже. А у вас как? Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Check it out.